всем привет сегодня 18 ноября и вот я решила заснять потому что уезжаю на пару недель кое-что расцвело ну начну с этой красотки которая конечно покорила многих меня она покорила давным-давно когда я увидела ее в продаже цветущей красавицы постепенно так лепестки конечно у нее более светлые становятся но все равно очень красивая кстати я носила ее на наше собрание и мы вычитала что она произрастает в кофейных лесах на кофейных плантациях это конечно очень меня удивило ну и удивило многих так мы выращиваем орхидеи не знаем когда начинаем читать конечно очень интересно и произрастает она на высоте я не говорила в предыдущем видео от 800 метров до 1500 метров ну не буду на ней долго останавливаться потому что она была в предыдущем видео также была моя фалидота она уже постепенно оцветает было конечно обалденное шикарное цветение мы с ней кстати заняли первое место на нашем орхидейном сборе природные орхидеи в общем она покорила у многих так интересно на фотографиях только видно что у нее так цветочки как ну вот как то вот как трюк как съезжают как как лесенка так зигзагом таким да вот зигзагом правильно классная постепенно тоже цветает ну и в предыдущем видео конечно было тоже бифринария и она полностью распустилась это красавица аромат я вам говорю это конечно что-то необыкновенное я уже рассказывала описывала но думаю покажу полностью цветение потому что были только бутончики в этом видео покажу красиво на заднем плане еще там два цветочка ну такой вот прям прям букетик получился очень рада красивые необычные цветы она конечно тоже любит попить но я ее вывесила прям под солнышко и вот она наверное думаю что это залог ее цветения она сформировала столько бутонов здоровская еще продолжает свистеть цветение это малышка интермедиа прям держится такой цветочек звездочка распустился angel kiss какая она все-таки красивая так хочется чтобы было много цветов когда конечно один-два конечно это очень красиво и здорово но нам же хочется как можно больше правда но все равно интересно вот еще новый ростик растет будут бутончики или нет посмотрим тут кстати еще расцвела я даже не видела как она наливала бутоны она висит в подвешенном состоянии в моем гринхаусе и я как-то даже и не видела и так подняла голову и смотрела там уже два цветочка было распущенных очень удивилась конечно что она опять расцвела и такая котле анти фанал блю это гибрид с волкирианой финальная голубая конечно она не голубая ну очень приятная красивая и так вот в соцветии 4 цветочка цветет она кстати очень часто я бы сказала ну здорово конечно когда уже большие куртины могут свести по два-три раза в год это очень очень радует также у нее начинают расти новый ростик здорово про angel kiss я кстати не сказала что у нее в родителях интермедиа ну вот наверное интермедиа акуини похожие такие же разводы на лепестках продолжает цвести также сангулоба красавица и еще одна интермедиа и очень такой приятный сюрприз для меня расцвела анселия африкана я ее покупала в том году и честно говоря даже и не то что не думала и даже и и не мечтала чтобы она мне выпустила цветонос когда я покупала мне сказали что она не любит как бы чтобы ее сверху поливали зимой что она вот так вот воду не сильно она как-то любительница в общем ну и я и так сделала немножечко такое сухую такую зиму и вот какое было удивление что вот весной начал проклевываться цветоносик и довольно таки крупный я чего удивилась потому что я конечно видео эти взрослые растения у нас на выставках и они большие псевдобульбы достигают до 60 сантиметров ну африкана наверное всем понятно да что красотка уроженка произрастает в африке и конечно когда вот такой вот маленький ростик выдал цветоносик я очень обрадовалась и так вот он рос рос и смотрю тут еще и ответвление есть маленькая здорово такие неожиданные приятные сюрпризы продолжает цвести тоже мой малышок красавчик такое солнышко также продолжает цветение моя красавица желтая котлея и что из нового расцвела ванда триколор я недавно пересматривала свое видео про ванды и она там была совсем маленькая ну как маленькая в половину наверное этого размера я даже грозилась что я ее вытащу с этого горшка но я ее не вытаскивала с этого горшка и конечно корней наросло очень много здесь и я конечно была удивлена когда был первый цветонос потом второй и вы знаете был третий я не заметила сначала я от радости перенесла его ее сюда вынесла как говорится с моего вандового домика и вот вы видите сразу насколько повлияло конечно изменение все таки не нужно было мне ее трогать но я не видела ну вы знаете для первого цветения я конечно очень рада что такое цветение такие крупные цветы такие красивые обалденные очень необычные мне нравится форма и губа красавица покажу вот ванда триколор лаос болей было она описано в 1847 году найдено я очень-очень рада такой моей красавицы вычитала что у нее долгое цветение ну надеюсь будет свести долго красотка это еще одна ванда полностью она распустила свои четыре бутончика ванда крестата я ее показывала с одним бутончиком ну а сейчас распустились все четыре малышка малышка такая запах у него кстати не очень такой приятный я бы сказала но цветы крат классные мне очень-очень нравится очень красивая губа ну а тут пониже мой любимый бульбофилум я его просто обожаю я его пересадила в такой более такой глубокий поддон и вот он конечно радует меня столько цветоносов выдал но сегодня утром я вышла и кто-то уже полакомился одним цветоносом вот такие длинные кто со мной давно конечно знают что я его очень люблю бульбофилум трешиай кто не знает это такое вот такие вертолетики очень красивые сережки ну вот еще еще столько цветоносов вылезает и вот этот вот кто-то похомячил кто-то ползал надо будет выйти вечером да я уже вечером не выйду уже пойду полечу поэтому ну в общем вот такой вот красавчик понравилась ему пересадка и я так и мхом его обложила немножечко такую горку создала классный классный обожаю этот бульбофилум а тут внизу я хотела бы показать так как тогда вот смотришь сверху и такой не сильно такой приглядный тут вот пару цветочков есть дендробиум китки ай ну вот так вот если посмотреть конечно такие салатово-желтые цветочки не крупные но у них такая такое свойство этого дендробиума что цветочки прячутся и вот если вот его так вот вот с этой стороны посмотреть прям весь цветах усыпан правда классный у меня там еще никогда не цвел прямо усыпано даже есть такие лысые псевдобульбы когда он страдал от перевлажнения видите как здесь такие вот листики падают но всегда боль бы я не отрывала и они цветут как ни странно очень здорово ну а висит он у меня вот так вот в подвешенном состоянии так вот и и растет интересный ну а тут еще что тут еще тут еще вот расцвел мой стардаст не очень конечно пышно в этом году дендробиум стардаст фарберт ну я дописала хэйч сиси потому что я в двадцатом году получила награду за него и он теперь с припиской хэйч сиси классный очень он мне нравится конечно очень много новых ростиков нарастил в этом году классный кстати у меня а ну да вот же он мой юникум новинка моя выпустил пару бутончиков и тут растет новые ростики это же вот я мои недавние покупки ну вот один бутончик пока что увижу но этот конечно красивый обалденный просто яркий оранжевый такой реально оранжевый такой вот цвет вот как вот и на камере очень-очень здоровский дендробиум конечно он был пышненький он был очень я уже не помню сколько было цветов там и считали ну награду получила тут тоже цветет еще мэрик катрин маккартни очень крупные цветы я уже рассказывала ну наверное на этом буду заканчивать что-то собирается еще цвести что-то оцветает ну конечно эта красавица меня порадовала ну и на этой нотке всем арха любителям желаю пышного цветения пусть ваши ваши орхидейки радуют вас всем пока пока